Добрый вечер, наши дорогие подписчики и зрители, постоянные или случайные. Дача без фанатизма приветствует вас вновь на своем канале. Несколько лет назад была у женщин, которые готовят в семье обеды, завтраки, ужины, была популярная книга, кулинарная книга лентяйки. У меня она тоже была, я несколько блюд из нее готовила. Меня еще тогда поразило гениальное название этой книги. Кушать хочется всегда и всем, а готовить, увы, не очень иногда хочется, порой и не из чего. Ну, многие есть причины. Поэтому гениальное название этой книги завораживает. Перед этим я вам снимала сюжет о тыквах, которыми меня угостили, и которые я выращиваю сама, тоже был сюжет. И среди них была тыква Крем оф Кроп. Вот у меня уже осталась половинка. Это тыква американской селекции. И она ранняя, сорта типа жёлудь. И прекрасно выращивается у нас. Эту тыкву мне подарили, сюжет был, я вам рассказывала. И вот из этой порционной тыквы я решила приготовить сегодня рагу. Ну, у меня небольшой ликбез. Слово рагу пришло к нам из Франции. Это несклоняемое существительное среднего рода. И представляет из собой это кушание блюда, вернее, из мелко нарезанных овощей, мяса, грибов и с острой обязательно приправой. Ну, и порой нужен соус. И там пишут в классическое рагу. Овощи сначала обжаривают и мясо тоже, а потом их тушат в соусе. Но мы, как всегда, россияне, любим всё делать по-своему. Не исключение и я. Я решила сделать всё же блюдо под названием рагу, но несколько его усовершенствовать. Мяса у меня не будет. Вместо мяса будут грибы. Сейчас я к камере подойду и покажу вам ближе, что будет в составе моего рагу. Это будет рагу, ещё раз повторяю, из тыквы, с овощами и грибами. То есть тыква будет в этом меню солировать. Ну, сначала о посуде. Вот у меня такой казанок хороший, чугунный. Вот у меня сковородка небольшая. На ней я буду жарить грибы. То есть в моём рагу жаренными будут только грибы. И всё остальное будет просто тушёное. Так, дальше пошли к ингредиентам. Коли блюдо с острой приправой. Это наш перчик, помолотый Володей. Это пряная соль. Сюжет о ней тоже был. Это лук-пуре я уже нарезала. Дальше. А, вот сама тыква. Крем-офф-кроп. Половинка тыквы, да? Вот её семена. Но они не будут входить в блюда. Вот видите, я беру рукой. Семена у неё мелкие. Вот примерно как у кабачка. Это я их сейчас буду сушить. Мне Алексей сказал собрать семена. Отставляем. Но я поджарила семечки из другой тыквы. Название которой, не знаю. Вот я их вылущила сначала, а потом поджарила. Вот эти семечки нам будут нужны в самом конце. Далее грибы. Грибы у меня шампиньоны. Уже порезанные и замороженные. Вы, наверное, знаете секрет грибов. Я его узнала несколько, года 2-3 назад. Прожив столько лет на белом свете. Мне продавщица сказала, что грибы ни в коем случае перед готовкой мыть нельзя. Их просто очищают. Ну, грибы имеется в виду из теплицы выращенные. Их очищают и на раскалённой сковородке поджаривают. Дабы все витамины и жидкость выпарилась, а витамины остались в грибах. Итак, у меня были шампиньоны замороженные. Замороженный перчик. Все овощи дачные, как вы понимаете. Два маленьких сельдерея корневых. Три зубчика чеснока. Две морковки. Это пурей, лук мой. И вот это сама тыква. Вот я уже половинку порезала. Что вам хочу сказать. Цвет у тыквы лимонный, как у лимона. Корочка, да? Вот корочка. А сам цвет, ну вот какой-то, я даже не знаю, как сказать. Крем-ов-кроп переводится, как какие-то там сливки. Я попробовала на вкус. Тыква действительно совершенно не сладкая. Но чем-то отдаленно мне вкус напомнил, да и вот ее цвет. Вот кусочек резала. Напомнил манго. Я очень люблю манго. Ну, что-то такое отдаленно-отдаленное. Ну, это я уже, наверное, выдумала. На самом деле вкус приятный, тыквенный. Но вот привкуса тыквы и запаха, вот как такового, сильно не ощущается. Так, далее. Это зелень, что здесь у меня, петрушка. Это у меня стеблевой сельдерей, который растет в плошке на подоконнике. Я вам сюжет снимала. Это лук зеленый. Ну, растительное масло, естественно, будем жарить на растительном масле. Кажется, все показалось. Сейчас я буду это все, что еще не измельчено, измельчать. Грибы поставлю жарить. То есть я их буду жарить в небольшом количестве масла, чтобы они приобрели уже форму. Остальное буду резать. Резать буду кубиками. Мне что-то захотелось кубиками. И буду ставить в емкость, в эту вот самую, в казанок свой. И буду их протушивать в небольшом количестве масла. Воды добавлять не буду. Как по очереди будет тушиться? Ну, я думаю, что дольше всего, конечно, будет тушиться морковка и сельдерей. С них мы и начнем. Затем будет третий тыква. Потом перчик. И к этому времени уже подоспеют грибы. Итак, я начинаю все резать, жарить. И потом продолжим просмотр. Жарится у меня все, что я называла. Вот смотрите, такой грибочки уже поджарились. Жарится, парится, сказать, как не знаю. Но мне хочется, чтобы тыква не развалились в кусочки. Поэтому масла не так уж много. Перемешиваем, но без фанатизма. Осталось у меня не использованным только зелень, чеснок. Не солила, не перчила. Это мы все будем делать в конце приготовления. Сейчас я побью вот этим прибором, который называется... Как он тут называется? Чак-чак, что ли? Нет, не чак-чак. Ну, короче, на китайский написано. Вот так я им побью семена. Вот, слышите? Пробиваются семена тыквины. Да, я эти семена чуть-чуть поджарила. После того, как вылущила. Ну, вот так побились немного. Тоже не то, чтобы в порошок. Вот, пожалуй, хватит. Десять минут вот уже идет процесс. Ну, я думаю, еще минут пять-семь. Буду пробовать. Некоторые хозяйки пока приготовят, столько напробуют, что уже и наедаются. Ну, порой я к таким хозяйкам отношусь. Ну, сейчас буду пробовать. Еще раз повторяю, не солю, не перчу, пока это в конце варки. Даже не добавляю никаких специй, потому что у меня пряной соли. В моей пряной соли, вы сюжет видели. Все специи, которые я люблю, уже имеются. Пусть все тушится. А я сейчас займусь семечками и буду нарезать зелень. Блюдо мое готово. Выглядит оно вот так в казанке в моем, в чугунном. Сейчас пойдем его дегустировать. Последним штрихом к портрету блюда были тыквенные семечки, которыми я посыпала. Измельченные, слегка поджаренные до этого. И зелень, выращенные тоже самостоятельно. Это были листья стеблевого сельдерея, лука и петрушечки. Вот это я все посыпала зеленью и тыквой. Вот оно блюдо, посыпанное семечками, тыквенными семечками. И зеленью. Вот так оно выглядит. Ну, еще раз говорю, вот на мой вкус я чуть-чуть переперчила, посолено великолепно. Но все равно вкусно, все равно здорово. Вот тыквенными семечками. Ну и теперь буду дегустировать морковка. Вполне себе ничего. Да, кстати, готовилось это блюдо, у меня вот засекло время, 25 минут. Больше фильм записывался. Супер! То есть, понимаете, я не отказываюсь от картошки. Я люблю картофель, особенно печеный. Но я знаю, что картофель, да еще и пюре, это лишние калории. Я тоже без фанатизма над лишним весом не замудряюсь, у меня его не особо много, хотя и есть. А тыкву прекрасно заменяет картофель. Что и произошло в данном блюде. Честно скажу, я переперчила. Но Володя мне скажет огромное спасибо. Ему чем острее, тем лучше. Все прекрасно, все вкусно. То есть, здесь вот по классическому рецепту рагу, здесь нет соуса. Но соус будет у нас. Я купила индейку. Сейчас я ее потушу в собственном соку. Там будет соус этот собственный. И все будет ровно. Пожалуйста, прекрасное блюдо для гарнира. К мясу, ну не знаю, как к рыбе, но к мясу будет суперски. Вот и все, пожалуй, все. Лентяйка закончила готовить гарнир к ужину. Я вот подумала, что сюда, в принципе, можно добавить и кабачки. Главное, что все блюда, все ингредиенты, кроме чего, чего тут у меня куплено. А, грибы, шампиньоны, все остальное выращено на даче, на родной земле. Оно вкусное, оно великолепное. Ну и, собственно, малозатратное, потому что все свое, кроме грибов, шампиньонов. Приятного аппетита мне. А вам прошу оставлять свои отзывы. Если кто-то будет готовить нечто подобное, поделитесь тем набором ингредиентов, которые вы добавили, минуя вот мой такой рецепт. И еще одно. Я когда-то смотрела нашу блогершу Юлию Меняеву. Я ее часто смотрю, я на нее подписана. Очень мне нравится, удивительная женщина. Она готовила какой-то торт или пирог, там уж не помню. Я начала читать комментарии. Боже мой, и хвалили. Но самое, что меня обидело, как блогера, вот пишут, вот этот рецепт вы взяли там из какого-то журнала. Да ради бога, берите хоть оттуда. Одно дело прочитать в журнале, другое дело увидеть, как это готовится. Я знаю, что Юлия Меняева наверняка, даже если вдруг, не буду ничего говорить, и где-то там подсмотрела основу этого рецепта, она, конечно же, вложила в данное блюдо свою душу. И только тогда, когда мы вкладываем в блюдо, которое мы готовим душу, оно получается удивительно вкусным. Из того минимального, даже порой, количества наборов, ингредиентов, которые мы туда кладем. Ну, это в качестве критиков. Критики тех зрителей, которые, в общем-то, обливают грязью нас, блогеров и так далее. Спасибо Вам большое за внимание. Спасибо, что вы слушали. Советую Вам это блюдо. Я его ни из каких журналов, ни из каких рецептов из интернета не брала. Выдумала по ходу пьесы. Спасибо Вам. До новых встреч на Даче без фанатизма.